Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Беседовать я буду с Натальей Ильиной. Это основатель и главный врач клиники доктора Ильиной. Наталья, добрый день. Добрый день, Владимир. Здравствуйте. У нас очередная встреча, еще одна программа, в которой мы будем говорить подробнее о процедурах и об услугах, которые оказываются непосредственно в клинике доктора Ильиной. Ну, я понимаю, что тут, видимо, и сезонность играет большую роль. У нас закончилась зима, началась весна. Безусловно, эти изменения сказываются на нашем организме, на нашем здоровье, в том числе и на внешнем здоровье, на нашей коже, на нашем лице и так далее. Чем сейчас вы радуете своих клиенток, клиенток в первую очередь, какие процедуры наиболее востребованы? Но хочу здесь обратить свое внимание на то, что у нас очень высокий процент посещения клиники мужчин. А вот я, безусловно, хотел задать этот вопрос. Ну, давайте с женщин, давайте с прекрасной половины начнем. На самом деле, косметология, да, она является сезонной, но сейчас мы от этого понятия уходим и большую ставку делаем на изменения в домашнем уходе, либо на какие-то ограничения, которые даем пациенту адекватному, который любые процедуры может выполнять всесезонно. Да, мы заканчиваем сезон агрессивных методик, жестких химических пилингов, аппарат М-22, широкополосный свет, но большую ставку делаем на уходовые процедуры по телу. Это эпиляция, подготовка тела к пляжному сезону, и мы готовим для вас новинку очередную. В этом сезоне, да? Да, в этом сезоне. К грядущему теплому сезону. То есть это будет непосредственно такая бомба. Ну, хотя бы несколько слов. Что это? Это влияние на весь организм, на все тело? Что это будет преображение? Это будет точное воздействие на определенные группы мышц. Больше всего это будет касаться тех, кто по каким-то причинам не хочет ходить в спортивный зал, либо не может, времени не хватает. Но в то же время популярная процедура будет востребована среди спортсменов, бодибилдеров, фитнес-бикини моделей. Это будет воздействие на мышцы, когда мы хотим нарастить мышечную массу и получить тот желаемый пресс. Любопытно. На самом деле это возможно, и мы будем входить в топ-12 клиник России, у которых этот аппарат появится первыми. А если вот так топ-3 самых популярных услуг в клинике доктора Ильина сейчас составить, что туда входит? Аппарат М-22, широкополосный сред, который лечит недостатки кожи в виде пигментации, сосудов, пор. Также это дермодроп, безинъекционная мезотерапия. В двух словах хотя бы поясните, что за результат это получается. Да, просто я уверен, что не все очень в терминологию погружены. Долгое время мезотерапия считалась чистой инъекционной методикой, когда под воздействием иглы препарат водился внутрь. Сейчас же есть аппарат Дермодроп, трансдермальная система доставки вещества в кожу под воздействием потока воздуха. То есть препарат, не повреждая кожная покрова, проникает внутрь и оказывает свою функцию. Ну и еще достаточно востребованная процедура. Номер три, да, уже? Номер три, да. Это процедура безоперационного смаз-лифтинга Альтера, про которую мы с вами ранее говорили. Процедура оригинальная, дорогостоящая. Но, тем не менее, из-за своего суперрезультата она среди наших пациентов очень популярна. В том числе мужчин. Вот давайте о мужчинах. Представитель сильного пола с какой целью приходит, с какими потребностями, что их в первую очередь интересует. Ну, я думаю, что в современном обществе мужчина, в том числе ухаживающий за своим лицом, это вполне себе такая уже привычная фигура. Лицо, да, пользуется в том числе? Лицо и тело. Ну, да, чаще всего лицо, потому что клиника всё-таки позиционирует себя, как клиника в работе с лицом. Процент мужчин за последний год-два вырос, и сейчас это никого так не удивляет, как раньше. В целом портрет нашего пациента мужчины – это успешный, деловой, уверенный в себе человек, который за собой следит и хочет выглядеть эффектно, моложе, что-то скрывает. Собственно, я думаю, большинство из нас об этом мечтает. И в то же время наши процедуры аппаратные, они лишены жёсткого реабилитационного периода, поэтому, сделая процедуру, можно спокойно заниматься своими делами, не выходя из социума. Ну, тут важно, наверное, уточнить, что, не знаю, разовый эффект, наверное, он смело слишком рассчитывать? То есть нужна какая-то система должна быть, а нет? На самом деле нет. На первичной консультации мы чётко прописываем кратность процедур, потому что есть процедуры, которые выполняют эстетисты, у которых есть курсовая система, и только по выполнению процедур определённых, по количеству мы получаем результат. А есть процедуры однократного воздействия, будь то какие-то инъекции, либо аппаратная методика Альтера, которая выполняется раз в год, раз в полтора года. А есть инъекционные методики, которые выполняются однократно раз в полгода. И тем самым мы гарантированно обещаем результат нашему пациенту. То есть, в принципе, так скажем, экстренную помощь вы можете оказать в какой-то конкретной ситуации. Подготовка к юбилею. К юбилею, к свадьбе, к дню рождения, к какому-то торжеству и так далее. Или, не знаю, фотосессия, видео какая-то, съёмка, хочется выглядеть красиво и эффектно, и вы можете, собственно, помочь в этом случае. Всегда учитываем запрос пациента и то количество времени, которым он располагает до момента X. У кого-то это свадьба, у кого-то это день рождения. И учитывая тот период времени, месяц, два, либо день, мы можем нарисовать ту схему, которая будет нужна данному пациенту. Это, как называется, составить индивидуальную программу посещения клиники доктора или иной. Ваши коллеги, с которыми приходится работать, я так понимаю, коллектив у вас женский, квалификации ваших специалистов, их уровень обучения, насколько часто они проходят обучение, вам самой приходится ли чему-то обучать своих подопечных? Да, команда имеет огромную роль. И я честно скажу, что в моей команде нет случайных людей. То есть я подбирала коллектив под себя, и я точно уверена, что все мои сотрудники отвечают тем требованиям, которые я предъявляю прежде всего к себе. Это высокий уровень профессионализма, это постоянный профессиональный рост. То есть нельзя в нашей сфере, в косметологии, которая развивается с молниеносной скоростью, стоять на месте. Ежемесячно или раз в полтора месяца мои сотрудники проходят обучение. Будь то обучение онлайн, будь то выездные конференции, либо какие-то зарубежные командировки. То есть постоянный обмен опытом с коллегами, он имеет определяющую роль в нашей профессии. Вообще сколько нужно лет, чтобы вырастить высококлассного специалиста в сфере косметологии? Или нельзя тут строго называть какой-то определенный временной промежуток? И, наверное, вернее будет сказать, что это процесс бесконечный. То есть все время можно чему-то учиться и набираться знаний и умений. Да. Ну вот на самом деле коллектив мой сформирован уже из сотрудников, которые уже состоявшиеся. Да, они практикуют. Но в свое время я понимаю, что меня на работу взяли без опыта работы студенткой третьего курса. Поэтому здесь всегда нужно учитывать еще такие личные отношения. И всегда также решающую роль для меня имеют человеческие характеристики моих коллег. Ну, такое личное совместимость, что называется. Чтобы было с человеком работать приятно, комфортно. Пускать его в свою зону комфорта. Да, да, и он, чтобы, собственно, отвечал тем же самым. Очень любопытный нюанс. Я думаю, что можно его озвучить. Вы сказали, поделились со мной тем, что вы своим сотрудникам запрещаете прям работать где-то еще. То есть только здесь, только у меня. Все, будьте добры. На самом деле, это не так жестко, но я это даю понять. Но работая в клинике доктора Ильиной, ни у одного специалиста не возникает желания работать где-то еще. Это 100%. И когда вы будете общаться с моими коллегами, вы это поймете. Вообще, график посещения клиники доктора Ильиной, время посещения, вернее, насколько его можно удобно, комфортно составить для каждого конкретного клиента. Да как вы обсуждаете вообще систему посещения и предоставления услуг? Это всегда все обсуждается на первичной консультации и всегда будет зависеть от того, какой результат пациент ожидает. То есть это может быть однократное посещение, это может быть еженедельное посещение. То есть чаще всего это основной курс, который мы прописываем. И пациент, выполняя его, переходит на поддерживающий план коррекции либо встречи со своим лечащим доктором. То есть чтобы не терять достигнутый эффект. То есть есть врачебные процедуры, а есть эстетические процедуры. По завершению основного курса мы передаем бережно в руки девочек-эстетистов, и они уже занимаются качеством кожи, какими-то релаксирующими процедурами. И впоследствии в виде изменения пациента они уже могут направить, что ага, вот снова нужно вам идти к доктору для того, чтобы что-то подкорректировать. Свой костяк клиентов, клиенток есть у клиники доктора или иной? Да. И насколько вы чувствуете приток новых посетителей? То есть, ну, вот, что касается... Всем ли время находится, в общем, да? Да, что касается меня, то есть я прекратила с января этого года делать определенные процедуры по лицу, то есть делегировав свои полномочия своим докторам. И этим самым я освободила себе пространство для того, чтобы совершенствовать себя как руководитель. Поэтому постоянным пациентам я уделяю сейчас большее время. У меня появилось время для первичных консультаций. Ну и, соответственно, первичные консультации это всегда первичные пациенты. То есть мы всегда стараемся сохранить пациента после первой нашей встречи и надолго закрепить наши отношения, формируя уровень лояльности пациента. Ну и в то же время мы уделяем определенную роль нашему развитию, в том числе какие-то коммуникации, видеорадио, журналы для того, чтобы нас узнавали. Приходится ли вам, Наталья, сталкиваться с такими случаями, когда приходит клиентка и вы понимаете, что она в прошлом получила определенную процедуру, и вы вот прям отчетливо видите, что некачественно было сделано и вам приходится исправлять. Такой вот тонкий вопрос, да, такой. Бывает ли? На самом деле мы специализируемся как клиника по лечению осложнений и всегда идет от пациента его запрос. То есть если у нее запроса нет на исправление и это не мешает ей жить и либо физически это не имеет никакой роли, то мы можем не задевать ее чувства и оставить все как есть. Ну, например, после неудачной контурной коррекции губ, приходя к нам на оказание этой же самой услуги, понимая, что грамотную коррекцию и красивую мы не проведем, то есть мы предлагаем убрать старый гель и сделать уже красивую форму губ. То есть заново повторить эту процедуру. Да. Я смотрю, что время нашей беседы уже на исходе. Ну и, безусловно, мы должны напомнить нашим слушателям и зрителям, где непосредственно можно ознакомиться со всеми процедурами, о которых мы сегодня говорим. Где находится клиника доктора Ильиной? Клиника находится в самом центре города по адресу Пятницкая, 12, дробь 1. И вы всегда нас можете найти в наших соцсетях. Спасибо, Наталья Ильина, основатель и главный врач клиники доктора Ильиной. Благодарю вас.